Александра была убеждена, что она никогда не смогла бы стать героиней женского романа. Излишне полная, с короткой стрижкой и заурядными чертами лица, она никогда не привлекала к себе мужских взглядов. К тому же и профессию освоила такую, которая предполагала сугубо женское общество. Саша была акушеркой. В медицинское училище она пошла, исполняя тайную мечту мамы. О которой всегда просто догадывалась. Правда, мать хотела бы видеть дочь известным врачом. Но Саша трезво оценивала свои способности. В мединститут – конкурс ого-го, а возможности учиться на платном отделении нет. Воспитывалась Саша в неполной семье. Тянула ее одна мама, которая работала в отделе статистики. Хорошо, если ее денег хватало от зарплаты до зарплаты. Саша рано начала подрабатывать. Окончила курсы, делала подружкам стрижки, прически, маникюр. Сначала бесплатно работала, что говорится, на рекламу. Потом пошли знакомые знакомых, сложился круг постоянных клиентов. Саша думала, что накопит средств и откроет свой салон. Занятие ей нравилось, и она убеждала маму, что впоследствии сможет прокормить их обеих. Но мама-то мечтала для дочки совсем о другом пути. Тогда Александра подала документы в училище и поступила, чтобы маме угодить только и всего. Однако со временем она всей душой полюбила свою специальность. Окончив училище с красным дипломом, девушка могла рассчитывать на место в какой-нибудь платной клинике. Но вместо этого пошла работать в городскую больницу. Роддом в медгородке был трехэтажный, отлично оснащенный. И получилось так, что в большинстве случаев акушерка оказывалась женщинам ближе, чем врач. Доктора приглашали, если роды протекали с осложнениями или требовалось сделать кесарево сечение. А когда все шло нормально, Саша справлялась сама. Женщины ее любили. Девушка всегда находила время, чтобы ответить на вопросы молодых мам, подбадривала тех, кто находился в родильном зале. Рядом с Сашей исчезал страх, верилась, что все непременно будет хорошо. Молодая акушерка постоянно училась новому. Она не хотела оказаться неподготовленной, если вдруг столкнется со сложным случаем. Нужно все помнить, ничего не упустить. Умела Саша и найти общий язык с женщинами, у которых в семье не все было благополучно. Кто-то решил родить ребенка без мужа или вообще, вопреки желанию партнера. Кто-то нервничал и просился побыстрее домой, потому что там остались маленькие дети. Саша задерживалась даже после рабочего дня, чтобы поговорить по душам. И коллеги в шутку называли ее кризисным психологом. Вот и на этот раз, когда девушка заступила на очередное дежурство, педиатр попросила ее. «Шурочка, побеседуй с Наташей Ивашовой из первой палаты. Сегодня ночью родила прекрасного здорового мальчика и тут же от него отказалась. Может, передумает? Конечно, новорожденного быстро возьмут в семью, но по большому счету, лишившись родной матери, ребенок все равно осиротеет». «А что случилось? Почему она приняла такое решение?» – спросила Саша, хотя и вздрогнула при упоминании знакомой фамилии. «Да эта молодая дурочка говорит, что хочет личную жизнь устраивать, а ребенок будет только ей помехой». «А она что же, не замужем?» Саша старалась, чтобы ее тон звучал спокойно. «Был муж, но он погиб месяц назад, и она твердит, что не имеет ни малейшего желания воспитывать ребенка в одиночку». Саша тут же прошла в первую палату, халат надевала уже на ходу. Но поговорить с Натальей ей не пришлось, в это время женщина спала. И все же акушерка поняла, что речь идет о той самой семье. Муж Натальи, Валентин, был первой и единственной любовью Саши. Они жили в одном городе, но познакомились, как ни странно, вдали от него, на курорте, где оба проводили лето. Отдыхающие выбрались на морскую прогулку, и Саша укачала. Было ветрено, пассажиры укрылись в салоне, им показывали увлекательный фильм, и родители девочки пропустили момент, когда Саша побледнела и закрыла глаза. Но мальчик, который сидел неподалеку, сочувственно спросил. «Тебе плохо? Меня тоже укачало. Пойдем на палубу, подышим свежим воздухом». Валентин помог Саше выйти, поддерживал ее под локоть, потому что походка девочки была нетвердой. На палубе обоим детям полегчало. Они стояли у борта, вдыхали прохладный морской воздух, кормили чаек кусочками батона. Потом Валентин и Саша не отходили друг от друга и на экскурсии. Сидели рядом на представлении в дельфинарии. Мальчик купил и подарил новой подружке ветку коралла. Такие здесь повсюду продавались, как сувениры. Время разговора выяснилось, что ребята из одного города и даже живут недалеко друг от друга. Завязавшаяся дружба не закончилась вместе с летом. Вернувшись домой, дети продолжали ходить друг к другу в гости. Вместе готовили уроки, по выходным гуляли или бегали в кино. Когда Саша и Валентин вступили в юность, стали юношей и девушкой, они разительно изменились внешне. Высокий красивый парень и совершенно заурядная милая девчонка. Саша поняла, что влюблена в своего друга детство. Да и он прекрасно относился к ней. Девушка строила планы. Как они получат образование, поженятся, проживут весь век в любви и согласии, детей вырастят. Саша чувствовала, что она однолюбка, ей не будет нужен никогда никто другой. Тем большим ударом для нее было узнать, что Валентин полюбил другую девушку. Молодой человек не оскорбил ее ложью, не стал увиливать, ходить вокруг да около. «Сашенька», — сказал он во время их последней встречи. «Я встретил свою половинку. И, понимаешь, я не встречал никого красивее, лучше нее. Обязательно вас познакомлю с Наташей». «Пожалуйста, не надо». Саша отвернулась, чтобы скрыть непрошенные слезы. «Я тебе и так верю». «Ты тоже найдешь свое счастье. Желаю тебе этого от всей души. Ты очень хороший человек, и я бесконечно благодарен тебе за все годы нашей дружбы». Вскоре Саша узнала, что Валентин женится. В день, когда состоялась их с Наташей свадьба, она не выходила из своей комнаты и плакала, уткнувшись лицом в подушку. Она решила, что постарается больше никогда не встречаться с Валькой, постарается его забыть. И судьба пожалела ее. Молодожены сначала сняли комнату, а потом купили квартиру в отдаленном районе. И все же через общих знакомых «нет-нет» в сведения до Саши доходили. Так она узнала через несколько лет, что Наталья ждет ребенка. Теперь она боялась, что рано или поздно встретит на улице супружескую чету, гуляющую с коляской. Это заставит ее еще острее чувствовать собственное одиночество. И все-таки нельзя сказать, чтобы Сашей совсем никто не интересовался. Так, анестезиолог, который работал в роддоме, постоянно оказывал девушке знаки внимания. Это был уже не молодой мужчина, разведенный, но без детей. Он достаточно хлебнул в жизни, чтобы понять, что Александра действительно клад. Милая, работящая, неконфликтная, всегда пошутит, подбодрит. А когда на свой день рождения Саша накрыла для коллег стол и угостила их блюдами, которые сама приготовила, у Бориса Андреевича отпали последние сомнения. Вскоре он пригласил девушку на свидание и был очень удивлен, когда она уклонилась от встречи. А кушерки и медсестры тоже не могли понять Александру. Зарабатывал Борис Андреевич даже очень неплохо. Жил в отдельной квартире. Ни бабник, ни алкоголик. Внешность приятная, вежливый, рассудительный. Но что еще надо, казалось бы? Саша и сама все понимала. Возможно, больше никто не попытается выстроить с ней серьезных отношений. Что уж там скрывать, внешностью она не блещет. А Борис Андреевич не раз говорил знакомым, что ищет не просто подругу для встреч, а будущую жену, с которой хотел бы прожить до конца своих дней. Но неужели одиночество лучше? Но девушка ничего не могла с собой сделать. Жить с мужчиной, не испытывая к нему любви? Нет. На такое она не способна. Лучше целиком погрузиться в работу. Тогда хотя бы одна сторона ее жизни будет удачной. И такое поведение оправдывало себя. Заведующая отделением ценила Сашу. Главврач тоже выделял ее. Обещал отправить в мединститут по целевому набору. Но впервые в жизни Саша не смогла сдержать обещания. Больше она не заходила в палату к Наташе. Так и не завела с ней души спасительного разговора. Неизбежно пришлось бы выслушивать историю, как погиб Валентин, как его ребенок стал для матери обузой. Саша чувствовала, что рушится в депрессию. «Маргарита Ивановна», подошла она к педиатру, «я бы хотела усыновить этого отказника или оформить над ним опеку. В общем, забрать его к себе любым путем. Подскажите, с чего лучше начинать? Я знаю, что на новорожденных очередь очень многие пары хотят взять младенца. Нельзя ли как-то пока подержать его в больнице, чтобы я успела все оформить, диагноз какой-то придумать?» Маргарита Ивановна только вздохнула. «Что ж, так в сердце запал. Знаю, бывает такое. Только посмотришь на малыша и сразу понимаешь, что это твой ребенок. Но, может быть, все-таки подождешь. Ты еще, ну, очень молода. В ближайшие годы выйдешь замуж. Этого парнишку твой жених может не принять. Вон, родная мать от него отказывается. Говорит, что он ей обуза. А ты сама голову в ермо суешь. Ты хорошо подумала». Но Саша не колебалась ни минуты. Маргарита Ивановна ее поддержала, но все же дело оказалось хлопотным. Пришлось закончить школу приемных родителей, пройти медкомиссию. К тому времени девушка жила в скромной двухкомнатной квартире, доставшейся ей по наследству. Так что площадь позволяла взять на воспитание мальчика. Саша очень переживала. Вдруг ее кто-то опередит. А стать мамой малышу ей хотелось просто отчаянно. Девушка считала, что это ее долг подарить любовь и заботу сыну того мужчины, которого она продолжала любить, хотя его уже и не было на свете. Говорят же, что души встречаются в том потустороннем мире. Может быть, хоть там она сможет быть с Валентином неразлучно. Борис Андреевич и в этой ситуации повел себя великодушно. «Я слышал о твоих проблемах», сказал он Саше. «Предлагаю тебе официально оформить брак со мной. Ребенка с большей охотой отдадут в полную семью, чем потенциальной матери-одиночки. Мы оба работаем, на хорошем счету. Если станем супругами, я уверен, что мальчика нам передадут очень быстро. Но если не хочешь стать мне женой, я согласен даже на то, чтобы брак наш был фиктивным. Усыновишь малыша и разойдемся». Впервые Саша коснулась плеча мужчины с подлинной нежностью. «Спасибо вам огромное, Борис Андреевич», сказала она. «Обманывать вас не хочется, чувств у меня к вам нет. Попробую все-таки взять мальчика, а уж если мне одной не дадут, тогда приду к вам на поклон. Оформим фиктивный брак. Вы очень добрый и благородный человек. Я бы никогда этим не воспользовалась. Но не гоже малышу сиротой оставаться». После долгих, томительных ожиданий младенца все-таки отдали Саше. Она назвала мальчика Ленькой и всем сердцем привязалась к нему. Вскоре малыш стал отвечать ей полной взаимностью. А девушка каждый день отмечала, как похож мальчик на своего отца. Не только внешне, но и мимикой. Она надеялась, что сходство это сохранится и в дальнейшем, когда Ленька подрастет. Когда мальчику исполнилось три года, Саша повезла его к морю. «Трудно тебе будет, сама не отдохнешь», пророчили подруги. «Только и станешь смотреть, чтобы Ленька не утонул, не съел чего-нибудь неположенного, на солнце не обгорел». «Ничего, мы с ним уже как одно целое. Нам эта поездка будет в радость», вдохновленно отвечала Саша. И она оказалась права. Девушка выбрала для отдыха небольшой курорт в Краснодарском крае. Там не было шумных вечеринок, но родители с ребятами приезжали регулярно, так что Ленька быстро нашел себе компанию сверстников и играл с ними на детской площадке. Также Саше удалось отыскать участок мелководья, где можно было не опасаться за малыша. Ленька в полном восторге ходил, разглядывая рыбок, которые плескались у его ног. Доставал из моря красивые ракушки и камушки. Очаровали его и удивительные светящиеся насекомые, которые по вечерам летали в парке, словно маленькие огоньки. Конечно, не обходилось и без трудностей. Оба путешественника слегка обгорели под солнцем, и Ленька капризничал, потирая покрасневшие ручки. Приходилось тщательно следить за питанием. Все-таки юг, сухомяткой маленького ребенка кормить нельзя. В хорошем кафе дорого, в дешевых столовых боишься отравиться. Саша стала ходить на рынок, покупать овощи, мясо, рыбу, готовила сама. Хозяйка разрешила пользоваться посудой. И вот, проходя по базару, держа за руку Леньку, Саша увидела Валентина. В первую минуту она не поверила своим глазам. У них в больнице был врач, брюнет, имевший типичную усредненную внешность. И однажды подруга сказала Саше, «Поехала я в Питер, и вот, представляешь, через каждые сто метров встречала там Олега Викторовича. Когда мне попался 33-й человек, похожий на него, как две капли воды, мне стало казаться, что я теряю то ли зрение, то ли рассудок. Ну, прямо клоны шли навстречу, идеально подходящие для передачи про двойников». И Саша решила, что сейчас с ней происходит то же самое. Мужчина, похожий на Валентина, явно здесь работал. Он сидел возле одного из магазинчиков, отдыхал, привалившись к стене и прикрыв глаза. Саша остановилась рядом и была не в силах сделать ни шага. Рассматривала мужчину, буквально прилипнув взглядом к его лицу. Похудел, постарел, но не может быть второго такого. Даже шрам над бровью тот же самый. Когда-то они вдвоем, Саша и Валька, катались в парке на машинках. Это был любимый их аттракцион. Их автомобильчик столкнулся тогда с другим. Вальку резко бросило вперед, и он разбил лоб в кровь. Саша уговаривала его пойти к врачу, наложить швы, а он отказался. «Мам!» теребил Сашу за руку Ленька. «Пойдем уже! На пляж! Купаться!» «Погоди минутку!» Голос у девушки был хриплым, она продолжала смотреть на мужчину. И, видимо, Валентин почувствовал этот взгляд. Открыл глаза. Недоумевающе взглянул на Сашу. «Простите, вам что-то нужно?» «И голос Валькин!» «Что за наваждение!» При этом мужчина явно не узнавал ее. Решил, что перед ним просто какая-то мать с ребенком. «Нет-нет, ничего, спасибо!» И с этими словами Саша поспешно ушла, увлекая за собой сынишку. Весь этот день она отвечала сыну не в попад, а ночь провела и вовсе бессонную. Маленький балкон их номера выходил на склон горы, поросшей лесом. Саша временами вставала, наливала себе очередную чашку кофе и вспоминала прошлое. Она поняла, что просто не сможет забыть эту встречу и не разузнать всех подробностей об этом человеке. На следующий день она пришла на рынок и стала наводить о нем справки. Расспрашивала небрежно, упоминала, что прежде знала человека, похожего на того, что теперь работает тут грузчиком. Саше удалось узнать весьма интересные вещи. Оказывается, мужчина, который ее заинтересовал, появился в поселке примерно три года назад, может, чуточку больше. О себе он рассказать ничего не может, не помнит даже, как его зовут. Торговцы называли его Ванькой. Ясно было, что человеку в таком состоянии на официальную работу устроиться невозможно, и лечиться тоже его вряд ли кто-то возьмет. Это ведь только говорится, что медицина у нас бесплатная, а на самом деле все иначе. Пригрел Ваньку, один из местных предпринимателей. В горячий сезон рабочие руки ох, как нужны. Ванька трудится грузчиком. Ростом он высокий, руки сильные, тяжести таскать – самая подходящая для него работа. Зимой покупателей гораздо меньше, поэтому мужчина в это время берет на себя обязанности дворника. Деньги ему, похоже, не нужны. Доволен, если его просто накормят, дадут ненужные вещи взамен износившихся. Живет он тут же, вон там стоит что-то среднее между вагончиком и сторожкой. Хорошо еще, что климат здесь мягкий, зимы теплые. Где-нибудь в Центральной России околел бы мужик в декабре-январе. Какое-то время спустя Ванька-Валька снова попался на глаза Саши и ее приемному сыну. На этот раз мужчину чем-то привлек мальчик. Он присел перед ним на корточке и завел с малышом незатейливый разговор. Первый ли раз он приехал на море, нравится ли ему здесь, научился ли он плавать. Ванька принес ребенку крупные южные персики, но Саша поспешно перехватила пакет и сказала, что дома тщательно вымоет фрукты. Девушка задавалась вопросом, замечает ли мужчина то, что мальчик очень похож на него. Это бросалось в глаза всем, кто видел их рядом. «А что ж вы, вдвоем приехали? Папу дома оставили?» Как бы не взначай, спросил Ванька. «Да, мы без папы», – ответила Саша. И тогда мужчина предложил им показать поселок. «А то, знаете, он у нас длинный и узкий, от моря в горы тянется этакой лентой. И вот курортники только возле пляжа и гуляют, а потом жалуются, что места у нас неинтересные, посмотреть не на что. А тут действительно есть такие красивые уголки, что залюбуешься, потом дома вспоминать их будете». Если бы не желание Саши разгадать тайну незнакомца, она бы, конечно, отклонила это предложение, но сейчас согласилась с огромной радостью. И мужчина действительно открыл для них поселок с новой стороны. Он показал им уютный парк, где бывали в основном местные жители. Здесь было много цветов, бил маленький фонтанчик, и Леньке там очень понравилось. Поднимались они и на склоны гор, так что можно было любоваться панорамой поселка. Ходили и на дикий пляж, где море было особенно прозрачным и чистым. Время от времени Саша, будто оговариваясь, называла своего спутника Валентином. Она обратила внимание на то, что мужчина едва заметно вздрагивает, а значит, имя это для него не пустой звук. Также она начинала рассказывать о родном городе, о тех местах, где они оба когда-то бывали. Конечно, она не говорила, что знала мужчину прежде, но рассказывая, следила за его реакцией. Иногда он задумывался, но память не возвращалась. Он не мог поддержать разговор, который начинала Саша. И все же он как-то сказал. «Знаете, мне с вами как-то удивительно хорошо. Как будто вы моя старая знакомая. У вас нет такого чувства? И мальчишечка у вас славный. Хотел бы я, чтобы и у меня был когда-нибудь такой сын». Ленька тоже тянулся к новому другу. Говорил он уже хорошо и пользовался возможностью задавать мужчине немудреные детские вопросы, на которые тот терпеливо отвечал. Ни разу Ванька не пришел на встречу с ними без подарка для мальчика. Фрукты, сладости, сахарная вата, орехи. «Но это же, наверное, так дорого!» Смущалась Саша. Она представляла, как тяжело достаются ее новому старому другу деньги. «Вы в разводе?» Как-то спросил ее мужчина. «Просто никогда не упоминаете о муже, вот я и подумал. Извините, если вам неприятно говорить». «Да ничего», – ответила Саша. «Леньку я взяла на воспитание. По крови он мне не родной. А что касается парня, был у меня любимый человек. Я надеялась, что мы поженимся, у нас будет крепкая дружная семья. Но он сделал предложение, увы, не мне. Встретил другую. Красивую, молодую, уверенную в себе. Сказал, что нашел самую лучшую, самую красивую, самую прекрасную. А мне пожелал обрести свое счастье с другим». Некоторое время мужчина смотрел на нее, не отрываясь, а потом прижал ладони к лицу и неуверенно произнес вмиг охрипшим голосом. «Сашка, ты не поверишь», – повторял он, когда все прояснилось. Все это время я чувствовал себя предателем, не мог избавиться от чувства тяжелой вины. Повторял себе, что у меня самая красивая жена в городе, все на нее оборачиваются. Но странное дело. Я приходил домой, и нам не о чем было поговорить. Не будешь же все время обсуждать, какой именно ремонт нужно сделать в квартире, какие сапоги купить на зиму и на какой курорт съездить в отпуске. Я говорил себе, что когда у нас родится ребенок, у меня появится родная душа в семье. Но я не дождался этого времени. Теперь Валентин и Саша по крупицам начали восстанавливать картину того, что с ним произошло. В Геленджике у Валентина жила бабушка. Она неожиданно умерла, и домик достался молодому человеку в наследство. Даже скромное домовладение в этих местах могло приносить хороший доход. Валентин решил не продавать, а сдавать домик курортникам и раз в году приезжать сюда с семьей отдыхать. Иметь свое жилье на юге – это тоже значительная экономия. Валентин приехал сюда, и ему удалось удачно завершить все дела. Он вступил в наследство, оформил документы, заключил договор с агентом по недвижимости, а когда возвращался домой, на трассе его остановил человек в форме ДПС, попросил открыть багажник. Не подозревая ничего плохого, Валентин подчинился. Очнулся он в каком-то лесочке. Очень болела голова, затылок был рассечен чем-то острым. Молодой человек чувствовал тупую боль и гудела в ушах. Попробовал встать и понял, что ноги его держат с трудом. Добирался он до ближайшего поселка на попутках, а вот куда идти дальше? Есть ли у него родные, которые могут помочь? Он совершенно не помнил. Забыл даже свое имя. Сначала сердобольные люди старались ему помочь. Давали объявления в местных газетах и даже на телевидении, но это ни к чему не привело. Никто этого человека не искал. Скорее всего, Валентина сочли тогда мертвым и бросили там, где редко можно встретить людей. Вероятно, преступники рассуждали, что тело, когда его в конце концов кто-нибудь обнаружит, уже будет неузнаваемо. Похоронили же под именем Валентина того самого угонщика, который так спешил на украденном автомобиле, что попал в серьезную аварию. Машину буквально расплющило. Она взорвалась. Хоронили Валентина в закрытом гробу. На то, что это он, указывали только номера автомобиля. Всю эту цепочку Саша и Валентин восстановили, посмотрев подшивки местных газет, а затем обратившись в полицию. В свою очередь девушка рассказала другу о том, что произошло после якобы его гибели. О том, как Наташа пришла в отчаянье, что осталась одна беременная и теперь на личной жизни можно ставить крест. Прерывать беременность было слишком поздно. Женщина родила младенца, чтобы тут же от него отказаться. Ленька и есть тот самый ребенок. Саша просто не смогла оставить его сиротой. Измучилась бы, думая, как сложилась его судьба. Усыновили его или мальчик тоскует в детском доме. Пришлось нелегко, но в конечном счете все получилось. Валентин буквально потерял дар речи. Несколько минут спустя он смог только бессвязно поблагодарить Сашу за все. И за то, что она вернула ему память, и за сына, которого она пригрела, и за любовь, которую сохранила сквозь все эти годы. «Прости меня, прости», — повторял он. «Я теперь знаю, за что Бог так наказал меня. Я причинил тебе столько горя. Но, Сашка, ты не представляешь, как я тосковал по тебе, как мне не хватало нашего общения, смеха, бесконечных разговоров. Теперь я понимаю, как мало значит внешняя красота и как много внутреннее. Да что я, ты во всех смыслах прекраснее всех на свете». Как только Валентину удалось восстановить документы, они поженились. Свадьбу сыграли в южном поселке. Накрыли стол и позвали всех тех, кто помогал мужчине в эти годы, дал ему работу и крышу над головой, подкармливал, одевал. Все они были добрые, сердечные люди. Гостей собралось много, и сидели они под открытым небом долго. Тот самый предприниматель, который первым обратил внимание на бедственное положение мужчины, теперь предоставил для проведения празднества свой сад. Говорили тосты, пили домашнее вино, желали молодым бесконечного счастья. А Валентин и Саша искренне благодарили всех. После свадьбы молодожены решили не возвращаться в родной город, а остаться здесь, на побережье. Домик бабушки стали сдавать. Впоследствии Валентин купил еще две квартиры, одну из которых тоже стал предлагать в аренду. Саше без труда удалось найти работу. Такие акушерки, как она, ценились всегда на вес золота. Валентин тоже устроился на хорошую должность. Сын привязался к нему, и очень быстро они стали просто неразлучны. «Мы как две матрешки, только мужского рода, большой и маленький», смеялся Валентин. Позже в семье появилась и дочка Маша. Супруги не собирались сообщать Наташе о том, что ее бывший муж воскрес. Но все равно она со временем об этом узнала. И тут же приехала. Чтобы Саша не нервничала, Валентин отправил ее с детьми погулять. У него же с Натальей состоялся тяжелый разговор. Женщина начала обвинять мужчину в том, что он специально подстроил такое развитие ситуации. Решил таким образом бросить ее. Если бы она знала, что он жив, то все было бы совсем по-другому. И сейчас еще не поздно воссоединиться. У Леньки будут родные, а отец и мать. Как бы то ни было, но любящая мать никогда, ни при каких обстоятельствах, не отказалась бы от новорожденного беспомощного малыша, решив устраивать личное счастье. Как ты вообще о чем-то теперь можешь рассуждать? Тебя и матерью назвать язык не повернется. Мне очень жаль, что меня подкупила когда-то твоя красота. Это, пожалуй, единственное, что вообще может привлечь в тебе. Уезжай и больше никогда не возвращайся. Наташа еще долго плакала, умоляла дать ей шанс и не лишать ребенка родной матери. Но Валентин ответил, что мать у его сына лишь одна, а посторонним места нет в их тихой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok